Мотоциклы с коляской Чемпионат мира по гонкам на мотоциклах с коляской был проведен в 1949 году и с тех пор за годы эволюции сайдкар уже давно превратился из обычного мотоцикла с боковым прицепом в настоящий но трехколесный болид формулы 1 сделанный из прочнейших алюминиевых сплавов титана и карбона который способен разгоняться до максимальной скорости около 30 метров. И это с двумя гонщиками на борту Сайдкары Сайдкары производятся несколькими известными фирмами и стоят от 50 до 100 тысяч евро. Они делятся на два класса Формула 1 и Формула 2. Элитные машины самые быстрые и мощные при этом они очень легкие. Готовое шасси без учета колес весит всего 100 килограмм. Выбор мотора зависит от предпочтений заказчика. Но обычно команды используют проверенный литровый движок от злейшего спортбайка Suzuki GSX-R1000. Сайдкары Боковое колесо жестко крепится на шасси без всякой подвесной системы Боковое колесо жестко крепится на шасси без пат Uno Гоночный сайдкар, как и все спортивные машины, оснащается очень жесткой подвеской. Минимально допустимый ход отбоя передней и задней подвески должен быть не менее 20, а клиренс не менее 65 мм. На практике команды настраивают машины именно по таким стандартам. Привод осуществляется только на заднее колесо, хотя в 90-х некоторые команды использовали его и на два колеса, заднее и боковое. Сейчас это запрещено, как и турбонаддув. Высокофорсированные литровые моторы позволяют разгонять легкие болиды до сотни с места за 2 с небольшим секунды. А чтобы быстро оттормаживаться после скоростной прямой, машины оснащаются мощными дисковыми тормозными системами на все колеса. Причем помимо основной существует и дублирующая. Становый хребет современного сайдкара это шасси типа монокок, сделанное из алюминиевого листа толщиной 1,2 мм. Выкроенные детали вначале обрабатывают на дыропробивном прессе, а затем сгибают по разметке на фальсмашине. Далее происходит сборка шасси при помощи высокопрочных стальных заклепок и эпоксидной смолы. Внутри шасси расположены три подрамника из хромомолибденовой стали для задней подвески двигателя и бокового колеса. Они также соединяются с шасси при помощи заклепок. КОНЕЦ Переднее колесо устанавливается на ступице, которая проворачивается при помощи сдвоенной рулевой тяги. Редуктора рулевого управления здесь нет. Угол поворота руля соответствует углу поворота колеса. Мощные стальные А-образные горизонтальные рычаги передней подвески соединены с шасси и внутренним подрамником болтами. Заднее ведущее колесо стоит на сложной многорычажной подвеске. Амортизаторы находятся внутри монокока. Третье боковое колесо сайдкара не имеет подвески и механизма поворота. Жесткость подвески, рулевое управление, наклон и угол схождения бокового колеса можно настроить под любой вкус и живой вес экипажа. Любой сайдкар на скорости свыше 60 км в час становится абсолютно неуправляемым и может ехать только по прямой. Поэтому важнейшую роль играет бесстрашный пассажир, который и отвечает за управление болидом, обеспечивая своим телом оптимальное сцепление колес с поверхностью, постоянно корректируя центр масс сайдкара. Потому что пилот, лежащий в седле, лишен возможности перемещаться и лишь задает траекторию. Его основная задача это управление газом и тормозом. Малейшая ошибка пассажира может привести к переворачиванию сайдкара на скорости до 300 км в час. Машины Формула 2 технически проще и поэтому почти вдвое дешевле. Но все равно это тоже мощные супер байки с боковой платформой. Максимальный объем моторов здесь составляет 600 кубических сантиметров. Они также берутся от спортбайков и доводятся до своих максимальных характеристик. Мощность около 150 лошадиных сил. При этом двигатель должен располагаться внутри колесной базы, но уже не позади, а впереди гонщика, который буквально лежит на нем. А вот шасси типа Monocock тут уже запрещено к использованию. Поэтому под эффективным карбоновым аэродинамическим обвесом скрывается стальная или алюминиевая тропчатая рама. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok